Да, вот вам центр Вьетнама, ой, господи, столица Вьетнама, центр Ханойя, и какие ходят. Всем привет, с вами Катя, мой брат Рылья, в общем, мы живем опять в новом отеле, я уже не все вам показываю, потому что у нас какой-то уже тур по отелям стал, вот, в общем, наш отель находится здесь, там, вернее, за этим домом, вот, сейчас вам покажу. А, этот отель называется Sunside Hotel, ну, в общем, house, да, Sunside House, вот, здесь, кстати, они еще, походу, занимаются какими-то лапами, что-то там делать с лапочками, и их отправляют клиентам, вот, и он такой прикольный, видите, здесь такие вот, как обстановочки, вокруг. Так, наш номер находится и в третьем этаже, там такая же лестница, как вы ее видели в предыдущем ролике, вот, в общем, вот он номер. Опять две кровати. А, да, здесь еще одна кровать, так что я говорю, надо снимать, ну, не знаю, надо ездить втроем, как минимум, а то и вообще еще больше можно людей сюда заселить. В общем, в общем, что здесь, а, ну, в общем, здесь, как вы видите, дизайнерская атмосфера такая, вот, здесь прям все так сделано, видно, что именно продумано по цветам, по каким-то, не знаю, в общем, вот эта кровать, она такая жестковатая, ну, прям, ну, тут как бы есть матрас, в принципе, ставить было удобно, мне кажется, сверху жесткой доски, там, что-то такое мягенькое простелено, вот, в принципе, удобно. Вот, а вот эта вот кровать, она прям дико мягкая, больше, как диван, не знаю, похоже на диван. Кстати, я заметила, это сделано просто, видимо, вот, ну, просто каркас такой, как сейчас модно. Вот, в общем, здесь у нас сушатся вещи, кстати, вещи высыхают просто в минуту, в общем, здесь вот такой вот вид, да, то, что окна до пола очень красиво, вот, вот, шторм, можно прям закрыться, вот, нужно так наблюдать, вот, здесь, вот, цветок стоит, так, ну, вот стулья всякие такие обычные, тоже такие современные, я бы сказала, вот, типа, барная стойка, вот, здесь есть, кстати, да, это необычный номер, это тоже, как, типа, похоже на апартаменты, черта, потому что здесь есть плита, мы, кстати, не пользуемся, что-то в этот раз, вот, и кастрюли есть, это очень удобно, есть фен, утюг даже есть здесь, вот, ну, здесь вот есть чайник, в общем, все здесь такое, в принципе, есть, вот, здесь есть балкончик, кстати, классный, кстати, очень атмосферно, простительно, да, это полы не сделано, а, да, полы не сделано, это единственный такой недоделанный момент, а, кстати, смотрите, какие у нас полотенчики, как тряпка, такие вот, это, наверное, не сделано, а, да, там, кто-то, где-то, 13,000, комбина 돼요. ätter-е, перц Кстати, мы сейчас находимся, вот то, что так атмосферно снаружи, это мы находимся, я понимаю, в старом районе Афрануле. Здесь недалеко находится мавзолей, да? Не очень далеко, в принципе. Ну, как бы не прям рядом, но недалеко. И это тоже считается туристическим районом. Вот, так, здесь что-то, цвет где-то включается, где-то дома. А, кстати, как включается вот эта вот? Сейчас, смотрите. Это суперкрутая дюстра. А вот. А, и у нас есть, короче, пульт, чтобы регулировать вот эту дюстру. Она добавляется здесь. Ой, куда я это не могу нажимать? Ну, вниз. Ладно, смотри, это уже не нужно. Вот, теперь интимная цветло. Вот, теперь и цветло. Ну, кстати, это очень классно. Это вот они видно, что занимаются дюстрами, лампами. Вот. А, ну вот здесь есть туалет, естественно. А, кстати, вот этот прикол с вот этой кнопочкой. Эта кнопка должна быть всегда включена, чтобы у вас была горячая вода. В прошлый раз мы выключили нечаянно, и потом я была в зеленой воде и была недовольна, естественно. Вот. Здесь включается свет, и сразу включается вот этот вот вентилятор. В общем, здесь, естественно, душ на пол. Они тоже такое любят. Вот. Туалет. Ну, здесь все как бы чисто, комфортно. Вот, здесь вот это вот современное, типа, душ такой, интересный. Вот эта штука работает. Кстати, здесь все работает. Вот вам, пожалуйста, мыло, и шампунь был здесь. Там, по-моему, еще щетки, да, были? Да, ну, вот такое зеркало. Короче, все дизайнерское. Единственное, я так понимаю, они не решили в этот момент вот по двери. А, ну, во-первых, почему-то эта раковина, она как-то так норовит вниз скоро опуститься. И вот так вот, жиг. Как бы. Короче говоря, она вот тут вот практически задевает. Вот. Ну, здесь, естественно, был вот этот, типа, шкаф, на котором пакет повесили. Вот, типа, такие тут вешалки, вот такие вот, интересные. Ну, в общем, в принципе, мы нашли, в общем, где сушили вещи, и все тут удобно. Ну, тут комфортно. Вот. Вот, поблизости, кстати, не особо много таких мест, где можно, ну, как-то нормальных, где можно поесть. Но мы уже научились заказывать через приложение, поэтому не проблема. Так, в общем, мы заказали еду. Мы поняли, что здесь сложно ходить по всяким заведениям, искать еду. Это очень долго и вообще сложно, и, короче, не очень. Вот. И мы заказали, в общем, в Крэйби, там же, где мы заказываем такси, там же есть заказ еды. Вот. Я вам ссылку оставлю внизу, естественно. Вот, смотрите, заказали суп фога, да? Что там? Фога, смотрите. Вот этот привозят отдельно бульон. Он еще разлился по пути немного. Поэтому, жесть. Вот, сейчас он вылез наружу. Ну, ладно, что делать? Что делать, тусыки? Вот, как-то так он выглядит. Кстати, туда, там используется бульон, ну, прям, реально сваренный на говядине, наверное. Вот. И, смотрите, все, что должно быть внутри, оно, вот оно. Курица, лапша. Так, вот курица. С этой, как ее называть, с этой зеленью, в общем. С кизой. Вот, как-то так. Все-то с берегов уйдет. В общем, мы поняли. В общем, а здесь, смотрите. А, вот они нам дали перец. И лаймы. И здесь, смотрите, получилось, что мы заказали, в общем, эти лапы куриные. Нечаянно, потому что мы не знали, что это такое. Вот, представляете, здесь есть лапа. Причем шкура от лапы. Вот. Ну, все остальное. А это что такое? Это неизвестно. В общем, если вы тыкаете наугад, то, скорее всего, вы что-нибудь такое натыкаете. Сейчас будем пробовать. В общем, мы сейчас вышли с отеля, вот прошлись чуть-чуть. Мы находимся в центре города, фактически. Вот. Ну, центр, кстати, тут такой большой периметра, и здесь в него входят разные районы. В общем, мы в одном из этих районов, и смотрите, какой здесь бардах и какая-то пыль. Вообще, весь город с Тиханой очень пыльный. Да, поэтому я знаю, почему многим Ханой не нравится. Скорее всего, из-за этого, из-за грязи и стопыли. Хотя интересно, этот город, в принципе, это север Вьетнама, но по отношению... Допустим, проще, он теплее, чем юг Китая, как вы понимаете. То есть, по климату он теплый. Ну, у него есть как бы зима, но она очень теплая все равно. И как бы растения здесь такие тропические, да, все. Но все равно они как бы не поливают, не убирают. Очень редко поливают. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Смотрите, какой масштабный католический собор. Я так понимаю, здесь 7 часов будет проходить служба. Сейчас по-насу да прида. Вот от справешку зашли. Ночкой все это большая. Ну все, пишите ваши комментарии, ставьте лайки, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok